Спросите себя, что общего между Украиной и свободой слова? На самом деле, немного. В феврале правительство Украины закрыло все оппозиционные СМИ и арестовало лидера главной оппозиционной партии. Теперь Зеленский хочет объединить все подконтрольные ему СМИ в Министерство госпропаганды. Знаете что? Это не признак свободной страны. Даже не близко. Джон Болтон, бывший советник президента, совсем недавно заявил по телевизору, что он планировал госперевороты в других странах. Погодите, разве мы не за демократию? Конечно же нет. Человек заявил, что он, по сути, спонсировал терроризм, и никто не задает ему никаких вопросов. Его даже не считают военным преступником. Вместо этого, вот что они говорят. Байдену нужно сделать одну очень важную вещь, чтобы снизить цены на топливо. А именно, вооружить Украину до зубов, чтобы те смогли выбить русских из своей страны и закончить войну. Подождите, что? Я помню его еще со времен кабельного телевидения, а теперь он заделался экспертом по международной политике. У нашей экономики огромные проблемы.